Ни фига сполнили. Ребята, я извиняюсь, начал трансляцию и поймали меня возле выхода. Так, сейчас мы на Кубке Ишенькина. Находимся, хотел вам попоказать, что у нас тут происходит. Сейчас идет пресс-конференция внутри, в основном зале. Ребят, Маша Кузьмина, Денис Гусев, Симкин. Честно, я всех по фамилиям не знаю, поэтому так, и там что-то у нас происходит, что-то работает у нас со штангой. Сейчас мы увидим, на самом деле, что здесь. Что за соревнования? А, это соревнования по хвату. Да, колокола нету. Так, у нас на штанге 110 килограммов уже. Ну, это уже неплохо. Ну, уже это даже более чем прилично, 110 килограмм. Не каждый стану его просто так сделает, просто поднимет весна. Ну, что я могу сказать, штаны буквально по правилам на середине моста, чтобы быть красиво и правильным, как бы правильнее. Ребята, собирайтесь. И первая попытка, без 110 килограммов. За победу, за борьбу, за вкусный протеин Сан. Получен победитель этого состязания с расширителями кулата. Собрались и остались сильнейшие воины этого состязания. Которые сделали бутанки. На штанге интереснее. Ба-ба-ба-ба-ба-ба, везде они прошли. Все, штановая, да, с расширителями грифа. Сейчас 110 на штанге. К билдингу отношусь, не будем лукавить. Штанга я намного больше люблю. Потому что я все-таки уже с детства привучен к тому, что сила считается в килограммах, а не в объемах. Ну, ты знаешь, что я как-то негативно к билдингу отношусь. И прочим его проявлениям. Круто, ребята качаются. Но штанга круче. Тут уж без вопросов. Ну, так. Вроде бы и одна тема, а вроде бы и разные. Игры с металлом, но преследуем абсолютно разные цели. Если в билдинге. Тело это цель. То в штанге тело это побочка. Внешний вид это всего лишь побочка. Прошел месяц. Я написал всех цвета. Спасибо за мотивацию. Отлично. Покажи качков. Так. Сам турнир еще не начался. Я когда начнет, скажу, будут реальные качки на сцене. Такие, чтобы на них посмотреть и ужаснуться. Когда у людей... Я тут на самом деле комплексую. Тут у людей руки больше, чем у меня ноги. Джигана нету. Есть всего только фото. Вау. На стенде Fitrx. Тоже немаленьких ребят хватает. Пауэрлифинг даже лучше чем у меня. Здравствуйте. Здравствуйте. Пока не более. Пока ничего я больше не видел. Потому что... Гостиница... Экспо. Экспо гостиница. Так. Ребят. Не ругайтесь. Как каждый любитель своего вида. А он на качуне лазит. Так. Что у нас там тянуто? Натяги с расширителями. Вот. Резлы. Здравствуйте. Просмотрим. А что это стало? Да. Что там у нас есть? Медленно. Слишком медленно. Если бы ты поднял ее быстрее, сил бы хватило. За тебя, что есть? За тебя, что есть. Потому что, когда медленно поднимаете, еще думаете... И баночка протеина как мотивашка. Поэтому, а так разобраться... Так, ребята, не рыхайся. Рыхай с вами позитивно. Я хорошо стараюсь быть позитивным. Позитивным жить веселее. Так, иди покажи им там. Не, он не в тяге с расширителями. Порвем, потолкаем. Встера как раз на грузстройку пришел. Джин делали. Одной ручкой рвал. Гантельку. Это у нас столовая. Так. Они тут сотками балуются. Да, это как раз конкурс для посетителей. Ну, скажем так, я вообще впервые на мероприятии подобного рода. Я еще никогда не был. Ни на соревнованиях билдеров. Ни на бикини, физик. Ничего этого не видел никогда изнутри. Такое скопление накачанных, здоровых, атлетичных людей. Для меня это что-то новое. До этого я был на соревнованиях. Потому что легкая атлетика, тяжелая атлетика, само собой. Лифтинг. Да, шпагу в тяге с расширителями тут без тона бы вставил. Так, что-то у нас. Вот, давайте представим, что я в Екатеринбурге, как не Екатеринбург. Екатеринбург, красивый город. Судя по фотообоям, люди, у кого в жизни мало травм, пытаются приобрести новые. Круто, вот это сообщение, очень, очень круто. Людей мотивируй, и для этого мотиватор был Дэйд Риггер. Это для меня большая, на самом деле, честь. Для меня мотиватором, главным, так и является Дэйд Риггер. Известный атлет, что они там за магией творят. Да, вот они, парят. Не знаю, они просто у людей лишние колени, локти. Ну, самое, что интересно, через пару часиков я туда заберусь. 120 килограмм, это уже не шуточки. 120, если кто смотрел, 120 килограмм. Это дождь для меня весит. 120 килограмм, ребята. Спортей на месте, значит, еще никто его не забрал. Основные соревнования и состязания прошли. Ребята, хорошие спортсмены, отсеялись, остались только лучшие, сильные и могучие. Подходим, подходим, одолевать вес, 120 килограмм. Ну, 3 где-то. Вес нельзя. Вторая попытка. Меня смотрят 18 человек, причем из них, наверное, половина находится здесь. И без всякого оборудования, 120 килограмм. Это все это место на победу. Че творит? Че творит? Он знал, да. А двое, что делать? Так, у нас у меня есть желтые протеины, Владивосток тут. Что это такое? Что за фирма? Вас? Какой фирмы даже не знаю. Томск, привет. Владивосток, привет. Где сам Яшанькин? Он все в зале, там как пресс-конференция идет. Звезд бодипелдинга и физика. Но на самом деле в зале очень темно. И снимать, даже находясь в 10 метрах от сцены, очень плохо все видно. О, Норвей. Здорово. Не знаю, что вам еще показывать. А, есть у нас очень крутая тема. Сейчас мы... Давайте вместе сделаем сувенир для моей дочки. Машу и Мишу. Да. Она в другую сторону, она в другую. Давайте и петерингу. Очень интересная, кстати, тема. Класс. И в зале не получится. Не получится. Да, это на родной. Да, я понял. Да. Давайте раздочь у меня хулиганка. Давайте пиратскую монету. Прилучка или монета? А, прилучка или монета? Нет, монета. Вот здесь очень внимательный. У нас здесь настоящий признец есть. Настоящая наковальня. Сколько кучи у нас есть? Да, вот эти заготовочки вставляют сюда. И... Маша и Миша. Иранская монета. Сейчас, ребят, секундочку. Раз, молодец, молодец. Молодец. Ну что, дочке сувенир сделал. Так сказать, где Клоков? По-моему, в Израиле сейчас. Судя по инстаграму. Вроде в Израиле. В общем, там. Семинары... А, да. Сегодня семинар. Утром в инстаграме он выставлял там пустые стульчики и зал. Что он уже на месте и ждет. Ребят, сувенир будет проводить непосредственно их обучение. Народ потихонечку собирается. Ведь скоро-скоро начнется уже Санкува Кишанкина. Основные категории, по-моему, бикини и физик. Посмотрим на физиков. Ребят, есть Шанькин Тим. Так, ну что, ребята. Давайте, пока. Пока что, пока. А у Шанькина сегодня какие семинары будут? Я на сегодня программу особо не знаю. Я знаю, что через часик, наверное, я начну что-нибудь поднимаюсь. Здесь, ну так, условно. Потому что... Вот эти зимние были. Согрелые. Все. Здесь такая смешная ситуация. Все, все в этой, как смазке. В коричневой смазке. И двери, и все. И все вокруг. Каждая ручка, каждый унитаз, каждый пизуар измазан. Это, как не смазка, правильно сказать-то. Копикини и физик, это не спорт. Никто и не говорит, что это спорт. Это... Как это правильно назвать? Спорт, это то, чем они занимаются. Здоровый образ жизни. Тоже там профессиональные, непрофессиональные. А сама соревновательная деятельность у бикини и физиков, это... Успеем так. Наверное, это правильно будет назвать конкурс. Так, сколько килограмм? Так, я видно, что-то пропустил предыдущее. Что, да, сколько килограмм? Ай, куда я снимаю с балкона и много машин зай. Вес у физиков. А у них по росту. У них по росту. Там точно категории не помню, там несколько категорий. Там, добрый день. Привет. У них разница по росту. А так, смысл выступления физиков, в чем они соревнуются. Если билдинг это вот такие огромные накаченные флиги, то физики это такое. Они соревнуются в эстетичном виде, эстетичности и пропорциях. Перекаченный физик. Как бы это не есть хорошо, как я понял. А может быть, не все я понял. Для меня это все ново. Так, пытаюсь понять, что это. Кто эти люди, что эти люди, как проходит соревнование, как идет судейство. Не совсем, многое мне непонятно. Мне легче, когда, скажем так, сантиметры, килограммы, секунды. Сам билдер? Не. Вот, просто скачаем в банки. Конкурсы химиков. Конкурсы химиков, это олимпиада по химии, там, среди десятых-одиннадцатых классов. А тут уже то, что гораздо. Так. Ну что, ребят, давайте. Пока что пока. Вам хорошего дня. И через некоторое время снова выйду. Какой город. Сейчас мы в Екатеринбурге. Да. А сам я из Таганрога. Таганрога. Так что так. Ну ладно, все. Ребят, давайте. Счастливо. Скоро выйдем снова. Народ кривляется. Ну и сейчас там пользуются моим перископом. Ну, все. Давайте еще раз. Пока. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok